Заходим в кратерную, заходим, братья-сёстры. Всё. Слёжа? Некому? Нет? Одня очков. Раз, два, три. Сослифи. Давайте я буду читать. Давай, читай. Заходим, заходим, братья-сёстры, заходим. Продолжим питать душу свою духовной пищей. А что тут написано? Никита, двадцать первая глава? Двадцать первая глава, да? Да. Двадцать первая, восемь, девятнадцать. Что, все зашли? Помната обрасталась? Нет. Пойдёмте, маленькие, большие, маленькие, большие. Маленькие, большие, в детской комнате. Заходим туда. В Евсевию, пошли. В Евсевию. Где ты? Царю небесный, утешителю души истины, и живи с детской, и вся исполняя сокровище благих и жизнеподателю. Приди, вселисяны, и отчистены от всяких сверху, и спаси блажь и души наша. Отец наш небесный, мы просим, благослови наше собрание, и мысли на правду к горнему. Тебе хвалай, слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Камейка пустая. Брат, давай. Назов, что гроздём, полезай в кузов. А что тут не промутали фересей, чтобы другой что-то сегодня читать? Ну не знаю, брат сказал. Считай. То, что брат Севастин сказал. Тут пораньше начинается только. А где Балерия-то? Нету что-то? Балерия-то, наверное, не знаю, позвоним сейчас. В Луке 21, глава 25 по 11 стих. И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал, придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, всё будет разрушено. И спросили его, учитель, когда же это будет? И какой признак, когда это должно произойти? Он сказал, берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение. Ибо многие придут под именем моим, говоря, что это я. И это время близко. Не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь. Ибо этому надежит быть прежде. Но не тотчас конец. Тогда сказал я, восстанет народ на народ, и царство на царство. Будут большие землетрясения по местам. И глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Толкование. Когда некоторые хвалили здания храма и вклады, в скобках, я думаю, что они говорили о резных и злоянных произведениях. Например, о пальмах и херувимах. Третий царств, 6 глава, 32 стих. Скобки закрыты. Это, быть может, и называли. Господь ни на что не обращает внимания, но предсказывает разрушение их. Теперь рассуждают о кончине мира и предостерегают их, чтоб они не слушались уже пророков, имеющих прийти прежде его пришествия. Будут войны и смятения. Ибо по прекращении всякой любви естественно будет иметь место войны и смятения. Вследствие войн наступят голод и мор. Мор от испорченности воздуха от трупов, а голод от невозделывания полей. Некоторые принимали так, что голод, мор и прочие бедствия будут не при кончине только века, но и во время пленения Иерусалима. Ибо Иосиф Флавий говорит, что по причине голода были ужасные бедствия. Решительно можно понимать вообще о времени кончины мира и пленения Иерусалима. Луки 21 глава с 12 по 19 стих. Прежде всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая всенагогию в темнице и поведут перед царей и правителей за имя Мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце и не обдумывать заранее, что отвечать. Ибо Я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, не противостоять все противящиеся вам. Преданно также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. Но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши. Толкование. Прежде всего того, что имеет случиться при кончине мира или при пленении, ибо, как я сказал, он с речью о кончине соединяет речь и о пленении, возложат на вас, то есть учеников Моих, руки. И действительно, прежде пленения Иерусалима апостолы избраны были из него по особенному усмотрению Божию. Именно, чтобы все ужасы обрушились только над распинателями, а они, то есть апостолы, наполнили весь мир проповедью. Были также проводимы апостолы и предцарей, и правителей приводимы. Например, Павла водили к Фесту, к Агриппе, к самому Кесарю, Деяния 25 глава 6-23 стих и 26 глава 32 стих. Обратилось же это для них в славу свидетельства. «Поскольку же они были люди простые и не ученые, то чтобы они не смущались тем, что от них будут требовать отчета мужи мудрые, говори, чтобы они об этом нисколько не заботились. Ибо вы от меня получите вместе премудрость и благоречивость». Так что все противящиеся, хотя бы соединились заодно, невозмогут противостоять вам ни по мудрости, то есть в силе мыслей, ни по красноречию и ни по грешимости языка. Часто иной искусим в составлении умозаключений и находчив мыслях. Но при шуме скоро смущается, и оттого во время речи к народу все перемешивает. Но им, то есть апостолам, в обоих отношениях дана была благодать. Поэтому и священники изумлялись в необычайной мудрости Петра и Иоанна, зная, что прежде они были люди простые». Деяние 4 глава 13 стих. А Павлу Фест говорил, «С ума сошел ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия!» Деяние 26 глава 24 стих. Псалом 54, 13-14 стих. И Псалом 40, 10 стих. «Вы будете спасены, и ни малейшая частичка ваша не пропадет, хотя многим и будет казаться, что пропало. Только нужно терпеть, ибо терпение вы можете приобрести ваши души. Враг приступает, как бы с намерением взять в плен и старается захватить ваши души, наведя на вас бедствие. Но вы вместо серебра дайте терпение и этим выкупом приобретете ваши души и не потерпите в них вреда. Аминь». Богу с нашему славу, вовеки. Аминь. Ну, сегодня большой был список, я пишу о здравии, я пишу, в общем-то, о здравии. Валентина Павловна звонила, но она там рядом, а так, ну, сильно, чтобы вот кто-то... Вот молимся, что за Антония, за Ольгу, Дмитрия. Пока еще все... Нина Александровна была вот на неделе у нас в поликлинике, обследовалась, продолжая еще... Еще будет продолжение обследования. Прошу продолжать молиться о нашем брате Алексее Семеновиче, Алексее Семеновиче Сеськов. Он выписан из стационара, находится дома, но вот прежняя просьба, как этот протез теперь приживется, не живется, как... Не будет ли как в прошлый раз. Ну, пока он доволен благодарить Бога, благодарить всех за ваши сердца и молитвы. Мне Лена Политыкина написала, что заболела Парина, горло, или у Ли... Она сказала, у нас заболело горло, наверное, у обоих. И Татьяна Александровна не пришла, потому что у нее сейчас лечение, и она каждый день ходит на какие-то процедуры, и то есть она говорит, я не смогу, не успею просто. Еще... Николай Кручина лежит у нас в стационаре. Ситуация достаточно серьезная. В понедельник будет решаться вопрос об оперативном лечении, том или другом лечении в кардиохирургическом отделении. Ну, так что молитесь о нем. Ситуация серьезная. Брат Маш. Так. Брат Валерий, я только что позвонил ему, нет его по причине того, что у него там заклинило, как говорится, задний мост, да, накидался снега, и по этой причине он не смог. Ну, благодарите всех за вашу молитву, и он духовно с нами. вот еще что. Да, вот еще что. Дорогие мои братья и сестры, обращаюсь ко всем в интернете, кто слышит нас и видит. Прошу помолиться о душе нашего главного врача по имени Диана. от нее большей частью зависит то, что я могу оказывать вам помощь. У нас с ней очень хорошее отношение, я ей подарил трехтомник, другие книги, то есть постоянное общение. Она меня поздравила как-то с днем рождения, мы теперь вот общаемся, ну, все, как вы, что называются, друзья. Поэтому я прошу молиться, потому что под нее роют яму. Собираются ее убрать с этого поста. Ну, нам с ней хорошо, поэтому я прошу молиться. Ну, как Богу будет угодно. Но там найти компромат всегда можно. Поэтому ну, прошу молиться. Имя ее Диана, я и говорил, у вас имя такое, вот, вы, приближенное к Богу, от имени Бога ваше имя происходит. в общем, когда у нас есть встреча, мы непременно говорим, в том числе, о душе и о спасении. Так, еще что? А за воля их нету, Алексея, не заболели ли? Я думаю, что они просто пошли в тот храм. Знают, что батюшки нет. Можно? Печерно. Я о мытаре-фарисее тоже хочу сказать. Ну, сейчас проболим. Сейчас проболящих все рассказали, распростили, все. Я не проболящих или иду в ресторан. Проболящих, мы сейчас закончим, потом уже. Я не проболящих. Ну, говори. Дорогие братья и сестры, тоже в тему мытаре-фарисея, я хочу вас предостеречь, исходя из нашей личной ситуации. Возможно, кого-то это тоже уже коснулось. Дело в том, что мы всегда платили налоги. Платили вовремя, исправно, без пеней. И на днях позвонили нам и сказали, что у нас какой-то налог либо не оплачен, либо не прошла проплата, я не знаю, и это сейчас выяснить вообще невозможно. Это, наверное, года три. Причем, вы понимаете, не в кабинете налогоплательщика вы это не увидите. Все нормально там. Не в кабинете на госуслугах, где вот штрафы всякие, налоги. Тоже ничего нету. Ничего не было все эти годы. А сейчас вдруг где-то что-то появилось и накапало все это спиней около 50 тысяч. Это серьезные суммы. Такая же сумма даже больше. У моих родственников 100 тысяч с лишним. Вы, наверное, сходите в налоговую и спросите. Я раньше ходила лично туда. Брала все квитанции, все оплачивала. Потом пришел к нам интернет, мы стали через интернет все оплачивать. Все походы, все выяснения ни к чему не привели. На эти высокие этажи они сказали так. Все понимаем, помочь ничем не можем, оплатить придется. Все понимаете? Я не знаю, это, наверное, связано с обстановкой в мире. Деньги нужны, налоги начали собираться. Вы понимаете, о чем я говорю? Да. Вот. Пожалуйста, прошу ваших святых молитв. Да, Маде Господи. И будьте бдительны, сходите в налоговую, не поленитесь. Я не знаю, мы всегда все проверяли. Такого же квитанции это есть же. Все есть, Виктор Андреевич. Ну вот я вам говорю, какой ответ мы получили. Ну, только судебные какие-то разбирательства должны быть. Не знаю, судебные, несудебные, говорят ваши. Ваши и все. А за что такое 50? Это транспортный? Это с пенями, это с пенями, Надя. За землю, за домами? Я точно не знаю, звонили. Да. Там должно быть расписано, был такой долг. Вот такая-то пеня, прям по сумме, по копейкам. Еще прошу вас, не оставляйте нас своих молитв. Мы, наверное, единственная семья многодетная, которая имеет апотечный кредит. Слава Богу, мы все эти годы платим уже с 2007 года. Мы все платим, да. Половина оплачена. Ну, прошу, не оставляйте нас своих молитв. Чтобы Господь продлил наши дни жизни, чтобы наши долги не остались нашим детям. Чтобы мы сами могли заплатить. И вот такого не случилось, понимаете, как вроде ничего и нету, а вот тебе вынь да положь. Не забывайте о нас, пожалуйста. Запомните вам. Спасибо, Христос. Брат. Ну, сейчас то, что прочитали, помните, да, все про мытарь и хрис. Я посижу, ладно, да? Про мытарь и хрисея. Один только вопрос. Один вопрос. Им написано в конце. И пошел один оправданный более, нежели тот. То есть, этот оправдан более, нежели тот. А в чем дело-то все? Они пришли помолиться Богу. Они пришли помолиться и они вот единомоментно пришли помолиться. Не то, что это теперь так и будет повторяться. Нет, это Господь заметил, приметил это. И решил нам рассказать как вот притчи, примером таким. И да, понятно все про фарисея, что так не надо наблюдать за другим человеком. Ты, конечно, смотри в свое сердце. Но он столько там всего рассказал фарисеям, что он делал. А ведь, как мы помним послание Якова из дел, покажи мне веру без дел твоих, а я тебе покажу веру из дел моих. И поэтому этот самый мытарь, он там бил себя в грудь, он молодец, хорошо бил, может даже у него синяк был на груди потом. Но мы не знаем теперь дальше, все это надо теперь исполнить этому самому мытарю. Он пошел более оправданным, он молодец, но он должен выйти и сразу начать делать добрые дела. А здесь у нас знаете уже смотря на Закхея это очень сложно сделать. Поэтому вот сейчас мы будем отсюда выходить и одни выйдут более оправданными, у них синяки будут на груди, на лбу будут, они хорошо молились. Но вы исполните то, что не смогли кто-то исполняет, но вот проявил такую слабость и видит, что другие что-то быстро уходят допустим отсюда или вот камер боятся или еще чего-то. Осуждать-то не надо за это людей, понимаете тоже? Потому что вы-то сами можете на месте этого фарисея оказаться. Да, били хорошо себя, но еще и фарисеями были добавок ко всему. То есть смотрели на фарисея и говорили фу, фарисей, он обо мне плохо думает. Так что это палка о двух концах фарисей мытарь. Господу слава веки веков. Аминь. Горя. Я еще полминутки займов, чтобы вы отнеслись к этому серьезно, к своим ситуациям. Налоговая шутить не будет. Они передают дела приставам, а пристава сразу арестовывают все счета, на которые у вас поступают денежные средства, зарплатные карты, все что угодно. И пока они не заберут свой налог, все что вы там должны, у вас не разблокируют счета. Имейте в виду, проверьте, пожалуйста. У вас заблокируют? А что это? А у нас написали, на входной двери у нас подъехали, написали большое объявление, что вы должны до 1 марта вот прийти, вот где-то на северо-западной, там вот с другой стороны зайдете, надо пересделать перед... Ну вот и мы вчера, а перед этим, знаете, мне еще за 2 месяца прислали такую, там, типа смс-ки что ли, что опять какая-то афера с газом, и что не надо это, ну, не заключайте договор, потому что это что-то, ну, непонятное. И вот это у нас такое объявление, ну, знают, что пожилые люди в нашем доме живут, и все. Кто поедет искать на северо-западную, с какой-то там, только не прямо зайдете, а там где-то в круговую. Криво. Зачем? И вот мы стали выяснять-то вроде бы, он говорит, ой, да не надо вроде бы, и не надо. Так у нас же есть уже договор, официально все сделано. Есть. А зачем еще какое-то непонятное? Не надо. Вот вы тоже это, как-то маленько тоже думаете, где-то что-то. Или нет, не надо. На заборах много еще пишут. Перезапрещать не надо. Ну, это официально, прямо там, с печатью, что ли? С печатью. Да, ладно. Ну и печатью можно поставить. У меня есть печать. Ну, можно, конечно. Но официально вас тебе сделают печать. Так, еще у кого? Павелик, официально. Да. У меня тут вожата, Львовь Николаевна. Я приехал, и она говорит, вот там-то надо то-то. И сходили и правда, вот за электричество, за мусор, за электричество тоже, наверное, как-то сделали там. А да, электричество имущество. Вот, проходит время. А за нами-то ухаживает. Вал, Надежда Васильевна вообще никуда не угодно. Ну, и меня, она еще-то прихватила. Колено никак не дает наступать. Вот, заяц ходил. Ну, и решили опорнить Владимира Александровича Пащенко. Пошли. Ему стаж идет тогда, и он за то, что ходит она на две квартиры, здесь, ну, здесь этот батюшка рассчитается. И он все делает. Снег сбрасывает. Ну, ладно, Михаил Петрович с крыши сбросил. А он каждый день Володя здесь убирает. Дрова колет. Уголь здорового привезли, раскалывает, привозит, приносит, золо выносит. И у меня ночной горшок выносит. И сколько за месяц положено ему? 1380. Я думаю, что это на сметанах. Ну, 1380 за месяц работы. Это что? Как понимать? У меня есть знакомый есть хороший. Он рентген закончил в Италии. И что-то там у него, и там пошел ухаживать, как в Германии, за больными. Там сумма-то такая, что ты на работе сейчас врачом не зарабатываешь. Платят за то, что он ухаживает за кем-то. Я не знаю, можно нет за двумя. И четыре месяца, как я приехал, прошло по 1380. Ты мне на пенсию. Володя, возьми. И вдруг приходит уведомление. Ошибка. Они платят за чьи не работающие. А вы работаете. Я говорю, а где же я работаю? То когда я из дома... Вот две недели было, я один раз, кажется, выходил только. Я не могу нога подворачиваться, и все. А вы староста. А староста этот, сделан с вами договор. И вам платят. Ну, то Людмила Степановна приехала, пошли с ней вместе. Ну, все доказано, что... Где я получаю? Ну, назовите человека как. Я отдаю, но не получаю. Я все отдаю, у меня ничего нет. И однако здесь пошли к начальнику, вот она все это... С ней хожу пешком. Один раз, вот, Игорь Владимирович отвез, и уже два раза заходили туда. И начальство... Немножко скажи, на чем остановились они? Остановились на том, что переоформили они сами все как положено, и сделали, что вы теперь неработающий пенсионер, вы теперь имеете индексацию пенсии, и вы теперь полностью получаете так же, как и... Надо почетный староста просто сделать и все. Да главное, говорят, теперь что? В очереди, в очереди, вы напишите заявление, чтобы вас староста сняли. Я думаю, да отсюда все, наверное, и дорожка-то идет, чтобы я староста не был. Избрали меня, избрали, переизберете, пожалуйста. Надо сделать почетного староста и простого. Отмечают за дом, дальше, за батюшкино обмундирование. Это вообще... И ничего нельзя доказать никак. Ну, покажите хоть одного человека. Она пришла... Она говорит, казначей, ну там, бухгалтер. У нас еще нигде нету. Ну, избирают здесь у нас смотрители, она там, старшая сестра, на всех можно навешать. И главное, договор со мной заключен. А где деньги мне? Это же... вот когда сказал, с чем связано, я думаю, повсюду вначале. Знакомая у меня, ну, там домик, какой-то дом купили, она знает где-то. Уже все рассчитали, все, и вдруг, бац, сегодня 100 тысяч еще сверху. За что? Пока ничего неизвестно. Ну, я этих людей настолько знаю. Там, еще не отремонтировали даже до конца. Так, сколько платить надо? Вот я гляжу за эту ипотеку, и ипотека для меня, это... Я знаю, что это такое, это ужасное дело. Вы как, сколько брали за это время, наверное, заплатили в 2-3 раза больше. Ну, понятно. Так вот, беда-то такая. Когда было наводнение, Хабаровск и другие, туда, не знаю, премьер-министр летал, то ли тогда Путин или Медведев летал, и умоляют люди, работы нету, все остановилось, а проценты-то идут. Он говорит, я ничего не могу сделать. Ну, вот понимаете, как у нас в Потеряевском уставе нигде в долг не брать, иначе из-под тебя и матрас, и жену вытащит. Не брать. Я грешный человек. Люблю мытали, главно фористе, но никогда никому не был должен больше суток. Бывает, где-то в дороге, срочно надо, но только до вечера. Вечера уже Господь как-то сделал. У меня ничего нет, минимальная пенсия, там около 13 тысяч было, сейчас будто больше будет. Ну, не важно, там, с 1 января, этого года. Володя Пенкин был, у него 2 раза больше моего. И как попутно сказать, Володя, вы знаете, в гилькерии бегала, она ему правнучки, которая, мать ее, она Карина называется, на самом деле, Параскево, Параскове. А Володя с ними жил, и житья никакого не там, где-то далеко, в государственный дом, этот силикатный. И они его оттуда, он оставил им квартиру, а купил здесь, прямо, поворачивая за трамвай, на Костноармейский, где-то там дальше. Они теперь ему, что девочка в школу не ходит, она такая была, суетливая. И его опять, теперь сиди с ней, все равно у меня был, мне надо идти, гликерия там одна дома. А эту квартиру у него не забирают. А теперь, если квартира, якобы мать, она таксиста, или кто-то работает, они квартиру-то берут, поздно гасить долг, а долг-то погасит, куда? К нему, а он там не нужен. Владимир, Пащенко, Пащенко, Пенкин. 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 Помолиться о нем. Вчера он был, и Володя, что ж ты делаешь, ни с кем не знаешь, я совета не делал. Он тогда, почему квартиру бросил сюда? От них уйти. Да ты еще не прописал, они уже на пороге стоят. Но ни одного друга, никого нету, совершенно никого нету. Добрый-добрый человек, сколько специальностей у него, он сапожник, еще только не может, все делает, советов никаких нету. Как-то он за эту, которая мать, вот этой Грекерии, она была маленькая, но посадили за убийство ее мать, бабку его. Учительница убили, ну, а он починял обувь с убитым. Ну, их посадили, я в тюрьме, когда ходили, я ее видел. Ну, кажется, можно было бы как-то, она подрастает, у нее хорошая характеристика, она там еще не нарушает, лишенное права. Теперь она подает восстановить материнство. А она-то у Володи была, он приходит, как вырвать, у вас знакомство. Знакомство у меня с юристами, которые закон имеют, он не может за закон никуда прыгнуть-то. Ну, краевой суд, то другое, он не может еще сделать, его эмоции, что он жалостливый такой, ничего это не значит. Он должен судить, я так говорю, нет, у него закон. Этого закона бы не было, тут, как, 30-летняя война, мы хватали и били, пока есть этот закон, есть. И вот он пришел, и у него сейчас опять стоит, голову опустил. Сказали в дом инвалидов, Володенька, да ты маленько-то оглянись, показывает в домах инвалидов, что делает, а та с Венцем. Там бывают такие, которые все уже прошли, и они там их бьют, вымогают из них, и тоже помолиться. Владимир, очень добрый человек. Вчера он ушел, я чуть-чуть не заболел от него. Не хочу. Еще у кого есть слова? А придется. Все? Высказались. Будем завершать уже. Дайте денег рассчитать. Достойно есть, а кого истину, вложить и Тебя Богородицу, пресно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, счастнейшую хирургим, и славнейшую, без сравнения с Серафим, без исклиния, Богослово родшую, сущую, Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия наплеменников, от внутренних распри, от беззакония, которые втанны, останови делающих зло. Просвети, правители страны нашей, чтобы принимали мудрые законы всех начальствующих, также просвети и защити людей, не познавших Тебя, обрати к истине, что божественную любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должное, пусть покажутся в небрежении Своем и проповедуют смело и на славном об Иисусе Христе. Господи, праведно суды Твои надоси, и за то, что оставили Тебя и Слово Твое, излеченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога и Его, Дух Святой, да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а воочию. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Творца. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Милостивый Господи, прими нашу молитву воздяния рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати. Господи, Ты Бог, сотворивший этот мир и сохраняющий его, как зиждитель. Ты, Господь, знающий все прежде бытия. Услыши и исполни, Господи, молитву всех и молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный, ради голговских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных. Прими нашу молитву и исполни о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй и дай свободу Сергею и Илье и вызвати этих тюрем. Господи, о незаповедавших молимся, отверзи им двери покаяния. Тебе, Боже, хвала, слава, счастья, поклонения, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушают и дослышат от рабы Твои голос Твой. Аминь. Спасибо за вас всех за молитву. Позор. Так, результатов нету, мои мои.